Что делать, если укусил шершень? Среди жалящих перепончатокрылых особое место занимает шершень. Этот вид ос имеет характерную желто-черную окраску, но отличается от своих собратьев более крупными размерами. Как и другие осы, шершень защищается с помощью жала, нанося своему противнику многочисленные болезненные раны. Что делать при укусе шершня? В летний период достаточно часто люди подвергаются ужалению шершней осы других насекомых. Чаще всего это происходит в момент, когда перепончатокрылые, привлеченные сладкими фруктовыми ароматами, подлетают слишком близко к накрытому сладостями столу или благоухающему парфюмерии человеку. Резкие движения, взмахи руками и другие попытки людей избавиться от незваного гостя воспринимаются шершнем, как гроза нападения и вызывают желание покусать нападающих людей. Защищаясь, он использует имеющееся у него оружие – жало. Обратите внимание, даже один шершень способен нанести множественные раны. Гладкое жало, не застревающее в коже жертвы, позволяет многократно жалить противника. Яд, имеющийся у шершня, делает ужаленное место болезненным и наносит тяжелый вред здоровью человека. Попадая в кровь, он вызывает интоксикацию, сопровождающуюся неприятными симптомами, повышенным давлением, учащенным сердечным ритмом. Тошнотой и рвотными рефлексами, повышением температуры тела, кожными раздражениями и покраснениями в местах нанесенных повреждений. Кроме этого, выброс в кровь гистамина способствует возникновению аллергических реакций, которые способны привести к анафилактическому шоку. Особенную опасность представляет встреча человека с роем шершней. Шершень осины улей всегда охраняется летающими возле него насекомыми, готовыми поднять тревогу в случае необходимости. Приближение человека или домашнего животного может спровоцировать нападение целого осиного роя. Нельзя трогать гнездо руками, тыкать в него палками или другими предметами. Решившись на ликвидацию обнаруженного рядом с жилищем человека улья, нужно иметь надежные средства защиты и специальные приспособления. Для осуществления задуманного. Важно, даже энцефалитная сетка не может гарантировать полная защита лица и голого человека от укусов шершней. Укус шершня первая помощь. Чтобы избежать неприятных последствий после ужаления пострадавшему нужно оказать помощь быстро и грамотно. Начинать оказание помощи нужно с осмотра пораженного участка кожи, чтобы убедиться, что осинное жало не осталось в ранке. При необходимости вытащить его с помощью пинцета. Чтобы избежать инфекции, которую может занести питающийся подалью шершень, рекомендуется обработать место ужаления раствором перекиси. Водорода или хлоргексидина. Для замедления процесса попадания токсинов, содержащихся в яде шершня, в кровь можно обложить место поражения холодом. В этом случае подойдут лед и продукты, хранящиеся в морозильной камере. При необходимости также подойдут и холодные компрессы, смоченные ледяной водой. Обильное питье поможет выведению токсичных веществ из организма больного естественным путем. Обратите внимание. Шершень – хищное насекомое, среди прочего употребляющие в пище отходы животного происхождения, а также мертвых гусениц и прочих насекомых. Что делать, если укусил шершень в конечности при ужалении в руку или ногу? Кроме перечисленных выше мер, нужно постараться наложить фиксирующую повязку или жгут на область, находящуюся выше места укуса. Это также может замедлить попадание в организм ядовитых веществ. Укус шершня за руку, болевые ощущения, покраснение и опухоль при нормальной реакции здорового организма проходят достаточно быстро. Процесс восстановления может занимать от 10-15 минут до 4-6 часов. Для ускорения можно воспользоваться многочисленными аптечными мазями, помогающими остановить зуб и жжение. Что делать, если ужалил шершень в голову, голова, лицо, шея? Наиболее опасные места при ужалении шершня, так как токсины и инфекция, попавшие в глаз, могут причинить повышенный дискомфорт и привести к воспалительным процессам. Близость сосудов головного мозга при попадании в них яда может усилить быстроту и силу токсичного отравления. Из-за этого могут произойти головокружения и потери сознания. Поражение языка и гортани лишают возможности полноценного употребления пищи. При возникновении отека опухоль может нарушить естественный дыхательный ритм. Вызывают тревогу и ужаление в области подмышечных и подколенных впадин, в которых находятся крупные вены. Попадая напрямую в кровеносный сосуд, яд очень быстро начинает воздействовать на самочувствие подвергшегося атаке шешня человека. Тревожным знаком для пострадавшего должны стать продолжающие и нарастать неприятные ощущения. Это касается как местной, так и общей реакции организма. Укус шешня на голове в случае ухудшения общего самочувствия, увеличение покраснения кожных покровов, не снижающихся болевых симптомов. И превышающий норму температуры тела нужно обратиться в ближайшее медицинское учреждение за консультацией и лечением. Если при укусе пальца начавшийся отек поднимается выше кисти руки и продолжает увеличиваться и распространяться дальше, это указывает на возникновение аллергии, с которой не шутят. Укусил шешень, что делать аллергику? Продезинфицировав место поражения и обложив его холодом, следует принять антигистаминное средство. Это нужно сделать, чтобы избежать возникновения аллергии, а предрасположенности, к которой пострадавший от укуса шешня человек может просто не знать. Аллергикам, наблюдающимся у специалиста и знающим об особенностях своего заболевания, важно иметь при себе набор антишоковых медикаментов, позволяющих оказать пострадавшему быструю и своевременную помощь. Кроме препаратов в виде таблеток существуют растворы для инъекций. Такие уколы ставятся при необходимости прямо через одежду в доступную для процедуры часть тела. Обратите внимание, паспорт аллергик должен содержать пошаговую инструкцию оказания ему в случае необходимости помощи. Такая шпаргалка может помочь случайным прохожим, находящимся поблизости, спасти жизнь пострадавшему человеку, имеющему аллергию. Общее правило поведения после ужаления. Во многих случаях дискомфорт после поражения шершнем проходит в течение достаточно короткого времени, не вызывая последствий и осложнений. Несмотря на это, не следует забывать, что это насекомое является ядовитым, его укус наносит человеческому организму дополнительную нагрузку. Поэтому важно один-два дня после ужаления соблюдать щадящий для организма режим избегать усиленных физических нагрузок, избегать прямых солнечных лучей, стараться употреблять большое количество жидкости для питья. Это поможет восстановлению организма от полученной интоксикации и защитит от проявления запоздалой аллергической реакции. Встреча и близкое знакомство с шершнем мало кому доставляет удовольствие. Готовясь к началу нового летнего сезона, полезно приобрести репелленты, способные защитить от укусов жалящих перепончатокрылых насекомых. Имеет смысл перебрать домашнюю аптечку и убедиться в наличии антигистаминных средств, соответствующих сроку годности. Также следует выучить правила выше, как оказать первую помощь после ужаления шершнем. Возможно, это поможет спасти кому-то жизнь. 0.0 в от артикле ратинг